Как угарно ответить на неизвестный номер? В первый год обучения в средней школе я изучал испанский язык. В мой дом позвонил телемаркетер, и я подумал, что было бы весело ответить на него и сказать «хола». Так продолжалось до тех пор, пока мужчина не перешел на безупречный испанский. Я никогда в жизни не нажимал кнопку, чтобы положить трубку так быстро. Просто продолжайте разговор. Раньше у меня был телефонный номер, который в телефонной книге был перепутан с номером какого-то Лоуза. И вместо Лоуза все постоянно звонили мне. Однажды я решил притвориться Лоузом. Мне позвонил парень и спросил насчет кондиционеров. И ответив на его вопросы, как мог, я сказал «почему бы во мне заехать и не взглянуть?». Он сказал «окей». Интересно, искал ли он Лоуза, когда приехал?». Я опубликовал это пару лет назад. Телефон звонит, неопознанный номер. Я. Привет. Абонент. Стив. Я. Нет. Абонент. Это Стив. Нет. Кто это? Кстати, я чертовски ненавижу, когда это делают неправильные номера. Я не Стив. Стив, ты постоянно так прикалываешься. Перестань маяться фигнёй. Я не Стив и я не шучу. Кто это? Я серьёзно. Я смеюсь. Я же сказал тебе, я не Стив. Вы набрали не тот номер. Чёрт побери, Стив. Не мог бы ты, чёрт возьми, перестать шутить про тупой неверный номер? Чувак, посмотри на экран своего телефона. Ты набрал не тот номер. Пауза. Ой, это не номер Стива. Я. Нет. Абонент. Значит, ты не Стив? Сейчас мне интересно, кто кого троллит. Я слышно, вздыхая. Нет. Абонент. Ой. Он меня достаёт каждый раз. Я не хочу вешать трубку, потому что если ты Стив, я буду чертовски зол. Ничего страшного, я сделаю это за тебя. Бросаю трубку. Через несколько минут у меня звонит телефон. Другой неопознанный номер. Привет. Я. Привет. Абонент. Чувак, это Стив. Я думаю, меня сейчас определённо троллят. Да? Стив. Просто хотел, чтобы ты знал, что ты круто вынес мозг моему другу. Спасибо. Я нерешительно. Пожалуйста. Стив. Пока. Пока. Повесил трубку. Это было около 18 месяцев назад. Больше я ни о ком из них не слышал. Том Мэйб делал это лучше всех. Притворитесь, что они позвонили в действующее место преступления, а вы детектив. Я всегда отвечаю на звонки по телемаркетингу, как агент федеральной комиссии по связи. Я никогда не слышал, чтобы люди клали трубку так быстро. Не могли бы вы поговорить погромче? Я без трусов. Это немного по другой теме, но вы же знаете, когда вам поступают неприятные звонки от людей, которые говорят вам, что вы попали в автомобильную аварию и они могут выдать вам компенсацию. Ну, всякий раз, когда моя мама получает один из таких звонков, она поддерживает диалог. А затем, когда доходит до того, что они собираются задокументировать её травмы, она говорит им, что у неё оторвалась голова. Они всегда просто вешают трубку. Лол. Мне кажется забавным делать вид, что это автоматизированная служба. Нажмите один и так далее. Работает только, если они любопытные. Я просто кладу их на паузу и жду, сколько они продержатся, прежде чем повесить трубку. Это служба поддержки Microsoft. Согласно нашим системам, на вашем компьютере есть вирус. Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Я говорил, что мне нужна ещё одна неделя. Я сделал всё, что мог. Что бы они ни говорили. Нет, ты точно знаешь, о чём я говорю. Что ж, звонок не по правильному номеру, но безусловно необоснованный. Много лет назад я был у дома дяди, когда ему позвонил какой-то маркетолог. Я слышал только его часть диалога, но представляю, когда он ответил, маркетолог спросил что-то вроде, «Здравствуйте, сэр, вы хотите сэкономить?» Потому что он сказал, «Безусловно, да». Я так люблю экономить деньги, что ограничил своё питание крекерами с содовой, чтобы сократить туалетную бумагу. Когда я сейчас нахожусь, всё, что мне нужно, это метла и совок. Здравствуйте. Если бы парень на другом конце провода смеялся так же сильно, как я, я бы тоже повесил трубку. На днях я чувствовал себя ужасно. Я ответил, «Привет». С другой стороны, просто сказали, «Кто это?» Что я посчитал грубым и заслуживающим, по крайней мере, резкости. Я ответил самым строгим голосом, «Кто ты?» Это ты меня позвал. И голос внезапно прозвучал так, как будто это был молодой ребёнок, который сказал, «Извините, мистер, я просто подумал, что позвонил своей маме». Поэтому я извинился, назвал номер, подтвердил, что это просто неправильный номер и сказал, что надеюсь, что он найдёт свою маму. Если мне звонят с неправильного номера, я сохраняю его в своих контактах с тем именем, которым они меня назвали. Например, «Неверный номер Стивен» или «Не тот номер, химчистка Чарли». Я всегда так делаю. Мне позвонили и спросили о Бредде. Я вежливо ответил, что Бреда здесь нет. На этом беседа закончилась. Через пару недель мне снова позвонили и спросили Бреда. Я опять сказал то же самое и повесил трубку. Через какое-то время очередной звонок, я поднял трубку, сказав, «Привет, говорит Бред». И по какой-то загадочной причине звонивший повесил трубку и никогда больше не звонил мне по сей день. В те времена, когда мне звонили по стационарным телефонам, мне позвонила женщина и спрашивала, «Привет, Джонни, Сандра дома?» Поскольку я не Джонни и не знаю Сандру, я решил, что это неправильный номер, поэтому сказал, «Да, но она сейчас срет. Могу я передать сообщение?» Она сказала, «Ух, ну нет, думаю, я перезвоню». И я сказал, «Пахнет так, будто это надолго». И повесил трубку. Не знаю, что насчет неправильных номеров, но всякий раз, когда мне звонят с неизвестного номера, я отвечаю, «Безумные клоунские обрезания». Однако, в последний раз, когда я так делал, это был судья на выборах за подтверждением, что я буду работать над опросами. Он никогда не поднимал эту тему вновь. «Четыре недели подряд в 23.00 в пятницу этот парень звонил на мой номер и спрашивал, «Лиза здесь?» «Четыре недели подряд в 23.00 в пятницу я отвечал, «Извини, чувак, ты ошибся номером». «На пятой неделе в 23.00 я был готов». «Здравствуйте, Лиза здесь». «Ой, прости, мужик, она умерла сегодня утром». «Полная тишина». «Тогда, правда?» «Нет, не совсем. Ты придурок, теперь получи свои номера телефонов прямо». Он никогда не перезванивал. 9-1-1, что у вас случилось? Люди сразу же кладут трубку, услышав это. Иногда я делаю это даже с сохраненными номерами, просто чтобы поиздеваться над ними. Я также изо всех сил стараюсь использовать свой радиоголос. Национальный институт орнитологии и мамологии говорит доктор Адам Смит, чем я могу вам помочь. На венгерском с венгерским названием, но суть вы поняли. Два раза подряд друг бросал, прежде чем он понял, что я просто издеваюсь. Это случается так редко, что люди просто принимают это «Ох, неверный номер». Однажды мне позвонили из какого-то агентства телемаркетинга, и они хотели поговорить с доктором Адамом Смитом. Итак, годы издевательств над неизвестными номерами на самом деле привели к тому, что кто-то где-то исправил данные, связанные с моим номером на некого профессора-мамолога. Я, по сути, заставил бедолагу позвонить себе, когда он просто делал свою работу, пытаясь продать мне какое-то дерьмо. Недавно у меня появился домашний телефон по работе, и я получал около 30 звонков в день, потому что этот номер, который мне дали, был во всех чертовых списках мира. Я начал отвечать на некоторые ради шутки, прежде чем просто отключил входящие. В любом случае, он мне нужен был только для исходящих звонков. Одна дама звонит и спрашивает «Привет, это Патрик». Я просто говорю «Нет, это Красти Краб». Она посмеялась, я посмеялся, я повесил трубку. Много лет назад в городе было два врача с одной фамилией. Оун был дантистом, другой, мой отец-терапевт, в то время работал в больнице. Было совершенно очевидно, что номер, который можно было найти в телефонной книге под именем моего отца, не был номером стоматологической клиники, тем более, что вы могли бы найти этот номер по букве «Д» как дантист. И все же люди звонили нам домой, думая, что мы стоматологическая клиника снова и снова в течение многих лет. Обычно мы были милы, говорили им, что это неправильный номер, давали номер стоматологической клиники и все. Иногда у меня даже были интересные беседы с совершенно незнакомыми людьми. Но всегда были придурки и идиоты, и по сей день я не уверен, что раздражало больше. Идиоты были теми, кто действительно думал, что они позвонили в стоматологическую клинику, решили, что персонал здесь хочет по каким-то странным причинам подшутить над своими пациентами, и сразу же переходили к оскорблениям. Некоторые из них даже кричали на мою младшую сестру. И я помню, как мой отец кричал в телефонную трубку. «Какая стоматологическая клиника нанимает 10-летнего ребенка в приемной? Ты гребаный идиот!» А, дебилы, ну дебилы. Люди, которые звонили не на тот номер снова и снова, всегда повторно. Действуя, не веря, что они позвонили бы на частный номер, даже если бы мы каждый раз давали им правильный номер. Примерно через два года нам это надоело, и мы просто начали щедро назначать встречи. «Пятница, 10 вечера?» «Да, сэр. Нет проблем, сэр». «Вы спрашиваете, можно ли записаться на прием в канун Рождества?» «Конечно, сэр. Почему бы и нет, сэр?» «Нееет. 7 утра уже забронировано, но если бы ты мог прийти в 6 утра, было бы здорово. Ну, хоть некоторые дебилы поняли это спустя время». Ну, а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 10 тысяч лайков. Всего-то 10 тысяч лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну, и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!